Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня покажу мастер-класс декора бутылки шампанского. Быстрый способ декора. Получается эффектный и праздничный декор бутылки шампанского, который украсит любой стол. Буду использовать перламутровую краску с добавлением голубой акриловой краски, как основа для бутылки. И трафарет с акриловой шпаклевкой. Можно подарить такую бутылку шампанского как на Новый год, так и на день, рожденных зимой. Я сделала на день рождения племянницы мужа. Она именинница в конце декабря. Кому интересно, оставайтесь со мной до конца видео, и вы узнаете, как делается такой декор бутылки шампанского. Итак, приступаем к декупажу бутылки шампанского. Сейчас я удалю все этикетки, протру, обезжирю средством для снятия лака, и приступлю к покраске белой акриловой краской. В один слой, любой акриловой краской. Буду красить спонжем. Первый слой, второй слой будет эмаль перламутровая с вот такой вот голубой краской. Вот я ее смешаю, и это будет у нас второй слой. И основа, можно сказать, декупажа у нас готова. Голубая перламутровая краска на бутылке шампанского высохла. И я ее сушила вот так вот в баночке. И здесь внутри я сделала полотенце. Для удобства сушить. Очень удобно. Теперь, как я достигла этого цвета? Покрасила толстым слоем сначала белой акриловой краской. И потом сверху я сделала два слоя перламутровой краски. И получила вот такой вот ровный перламутровый цвет. Теперь я покрою ее спреем-лаком. Защищу. И только потом я приступлю к работе со шпаклевкой. Лак на бутылке шампанского высох. И теперь на бутылке будем делать узоры с помощью трафарета и шпаклевки. Выбираем узор трафарета. Определяемся, как будут смотреться узоры. Делаем разметки на бутылке, чтобы работа была аккуратная и быстро шла. Вот я сделала разметку, прикладывая трафарет. Вот так вот, да? И отмечая вот верх трафарета и низ трафарета. Здесь будут четыре штуки у меня трафарета симметрично. Я отталкивалась в этот раз, чтобы симметрично было от центра. Вот. Теперь что делаю дальше? Разметку сделала. Я кладу шампанское на полотенце для удобства. И наш трафарет мы прикладываем так, как мы наметили. По разметке карандашом. Вот. Я определилась, нашла эти места. Приклеиваем скотчем. Вот так вот, да? И теперь можно наносить трафарет. Трафарет нужно будет наносить мастихином или пластиковым ножиком. Надо наносить очень тоненько, потому что если будет толсто, то будет очень много пиков. И очень важно, чтобы поверхность, когда мы нанесем шпатлевку, выровнять, чтобы она была очень ровной. Тогда нам меньше придется шкурить наждачной бумагой. И на круглой бутылке трафарет нужно снимать очень аккуратно, потому что когда мы отцепляем одну сторону, то трафарет, как правило, отскакивает в противоположную сторону. Максимально стараемся выровнять. Теперь вот я буду снимать. Буквально вот полминутки она должна немножко постоять, не торопиться. Сейчас я сниму. Пока подготавливаю, придерживая трафарет. Чтобы он не улетел. Держим. Отцепляем скотч. И теперь с двух сторон аккуратненько приподнимаем. Вот такой вот получается трафарет. Сейчас я сделаю еще три штуки. Когда высохнет, покажу. Шпатлевка на бутылке высохла. Я наждачной бумагой мелкой зернистой все это выровняла как следует. Потом с кисточкой смахнула всю пыль и протерла вот эти все промежутки между узорами влажной салфеткой. Теперь бутылка готова к тому, чтобы вот эти вот узоры покрасить вот такой вот перламутровой краской. Так, для этого что я делаю? Я обратно вот этот наш трафарет прикладываю один в один. И сверху, значит, губкой буду красить перламутровой краской. Вот этой вот. Я добавила сюда чуть-чуть прям на кончике кисточки коричневую краску, чтобы получить теплый вот такой перламутровый цвет. Теперь берем губку и сверху красим все четыре. Постепенно все четыре вот этих узора я буду вот так прокрашивать. Так, я сделала вечером вот такие вот брошки. Сейчас я расскажу, как я их сделала. Я взяла фетр тонкий, один миллиметр где-то, да? В центре приклеила полубусину. Так, пусть пока сохнет. Вот так вот приклеила полубусину. Вот. Ну ничего, высохла уже почти. И потом брала вот такие вот стразы и приклеивала вот здесь вот вокруг, да? Полубусины, вот эти вот. Брала клей универсальный и наносила с помощью зубочистки. Вот на эти полубусины я наносила клей. И потом приклеивала на фетр. И сделала вот такую вот брошь. И вырезала потом. Прям вырезала по факту. Сделала вот такую вот снежинку. Красивая, пригодится. Вот эту брошь я потом приклею вот сюда. Когда закончу покраску, я вот так приклею. Но прежде чем приклеить, я сейчас покрашу всё, нанесу лак, посыплю блёстки. И только в конце я приклею на универсальный клей вот эту брошь. Вот такая предстоит работа. Вот такая получилась праздничная и оригинальная бутылка шампанского. Вы смотрите, оценивайте. Кому понравилась моя работа, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, комментируйте. Если возникнут вопросы, задавайте. Я с удовольствием отвечу. Я желаю вам творческих успехов. С наступающим Новым годом вас, друзья мои! До новых встреч!